Субтитры делал DimaTorzok Прощайте санкции. Иран выходит из международной изоляции. Надолго ли? Чем обернется победа дипломатии? Шпионский удар по мирному урегулированию. Палестинцы заявляют об аресте своего же дипломата, якобы завербованного Израилем. Бойня в Сирии и ее последствия. Гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке оборачивается миграционной катастрофой для Европы. Иран свободный от санкций. В ночь на сегодня Евросоюз полностью снял ограничения в отношении Исламской Республики, введенные в ответ на ядерную программу Тегерана. Шаг навстречу сделали и Соединенные Штаты. Правда, Вашингтон ослабил санкционную петлю лишь частично. Так или иначе, отныне перед Ираном открывается широкое окно возможности поправить свою серьезно пошатнувшуюся за годы международной изоляции экономику. Впрочем, далеко не все члены мирового сообщества встретили публичное примирение с энтузиазмом. Владимир Унанец продолжит тему. Поворотный момент, открывший золотую страницу в истории Ирана. Президент Исламской Республики Хасан Рухани, наступая в первое бессанкционное утро перед Меджлисом, выглядел очень довольным. Оно и понятно – снятие ограничений – мощный толчок для иностранных инвестиций в десятки, а то и сотни миллиардов долларов. Ядерные переговоры успешно завершены под руководством верховного лидера революции при поддержке народа. Это действительно одна из золотых страниц истории нашей страны. Теперь мы должны в полной мере использовать открывающиеся возможности для всестороннего развития нашей экономики. При этом снижение доли доходов от нефти в бюджете должно сопровождаться развитием других отраслей. Поэтому государство будет приветствовать иностранные инвестиции во все другие секторы нашей экономики. Полагаться на нефтедоллары Иран действительно не может. После того, как баррель черного золота стал дешевле такого же барреля воды, ориентироваться только на этот источник доходов, даже с учетом открытия доступа к иранским месторождениям для американских нефтяных компаний, как минимум недальновидно. Впрочем, частично компенсировать потери на энергетическом направлении могут продовольственные козыри в виде местных фисташек и черной икры, по которым успел соскучиться американский потребитель. Да и знаменитые персидские ковры явно станут не последней статьей в доходной части иранской экономики. Для того, чтобы добраться до этой точки, дамы и господа, Иран предпринял значительные шаги, чем многие сомневались. Это должно быть признано, хотя в полной мере эти достижения могут быть реализованы только в случае обеспечения постоянного соблюдения всех договоренностей в ближайшие годы. В обмен на шаги, предпринятые Ираном, США и ЕС немедленно отменили санкции, что расширило горизонт возможностей для иранского народа. Горизонт действительно расширился. Отныне Тегеран сможет обновить свой порядком устаревший гражданский авиапарк, а также закупать другую американскую и европейскую технику. Правда, для осуществления сделок американским компаниям придется пользоваться зарубежными, а не отечественными банками. Евросоюз же решил больше не чинить препятствия Исламской Республике. Как только МАГАТЭ подтвердила демонтаж центрифуг и ядро главного реактора в Араке, глава европейской дипломатии объявила о прекращении эпохи санкций. Так как Иран выполнил все свои обязательства, сегодня международные односторонние санкции, касающиеся его ядерной программы, с Тегерана снимаются в соответствии с совместным всеобъемлющим планом действий. Отныне резолюция Совета Безопасности ООН, которая одобрила этот план, будет вместе с договором о нераспространении ядерного оружия единственной международной правовой базой, связанной с ядерной деятельностью Ирана. Это достижение демонстрирует, что при наличии политической воли, настойчивости и через международную дипломатию мы можем решить самые сложные вопросы и найти практические решения, которые эффективно реализуются. Впрочем, в эффективность победы дипломатии отказываются верить в Израиль. Премьер-министр страны Бениамин Нетаньягу ясно дал понять, что абсолютно не разделяет оптимизма своих европейских и американских партнеров. Если бы не наши усилия по давлению на иранскую ядерную программу, у Тегерана уже давно было бы ядерное оружие. Так что израильская политика была и остается той же – не позволить Ирану получить ядерное оружие. Понятно, что отныне Иран будет иметь больше средств и возможностей для своей террористической деятельности и агрессии в регионе и мире. Но Израиль готов справиться с любой угрозой. Мы продолжим следить за любыми нарушениями со стороны Ирана, в том числе ядерного соглашения или договора о баллистических ракетах. Кстати, именно баллистические ракеты могут стать новым камнем преткновения в отношениях Ирана с международным сообществом и в первую очередь с США. Сразу несколько высокопоставленных американских чиновников, комментируя отмену санкций, указали на недопустимость разработки Исламской Республикой подобных технологий. И не последнюю роль в этом процессе играет претендент на кресло президента США демократов. Хилари Клинтон призвала уже сейчас ввести против Тегерана новые санкции именно из-за его программы по разработке баллистических ракет. Так что не исключено, что в ближайший год-два оттепель в отношениях Ирана и Запада сменится очередным ледниковым периодом. Владимир Унанянц, RTVI. Еще один результат ядерных договоренностей. Иран выходит из международной изоляции, узники режима и АТОЛ выходят из тюрьмы. Тегеран освободил пятерых американцев, отбывающих сроки в пентенциарных учреждениях Исламской Республики. Среди заключенных – корреспондент газеты Washington Post Джейсон Ризаян, задержанный в июле 2014 года вместе с женой Эганесса Лихи, фотожурналистом, издающейся в Эмиратах газеты National. Тогда же были взяты под стражу два американских фотографа-фрилансера, работавших в Тегеране. Спустя несколько месяцев они и супруга Ризаяна были освобождены, а сам он спустя почти полтора года был приговорен к тюремному заключению за шпионаж. Теперь, по данным СМИ, он покинул территорию Исламской Республики. Отмечу, что накануне стало известно об обмене заключенными между Вашингтоном и Тегераном. США, в частности, отпустили на свободу семерых иранцев, задержанных за нарушение режима санкции. Кроме того, Соединенные Штаты отозвали из Интерпола запросы на задержание еще 14 граждан Исламской Республики. По ближневосточному мирному процессу может ударить шпионский скандал. Спецслужбы палестинской администрации арестовали высокопоставленного сотрудника ведомства, которое ведет переговорный процесс с Израилем. По данным арабских СМИ, работника офиса главного дипломата автономии Саиба Риката подозревают шпионажи в пользу еврейского государства. Задержанный работал в департаменте по делам переговоров и имел доступ к документам высшей степени секретности. Отмечается также, что завербованный израильтянами чиновник на протяжении 20 лет был сотрудником управления Организации освобождения Палестины. В Ромале считают, что арестованный передавал в Иерусалим информацию со всех закрытых совещаний, в ходе которых обсуждалась стратегия и тактика ведения переговоров с Иерусалимом. По версии палестинской стороны, задержанный давно работает на израильские спецслужбы. Чиновник якобы уже признал свою вину в большинстве предъявленных ему обвинений. Из сирийской провинции ДРС Зор поступают тревожные сообщения. Десятки погибших, сотни попавших в плен, тысячи страдающие от нехватки продовольствия. В районе региональной столицы продолжаются бои между членами группировки Исламского государства и силами правительственной армии. Боевики предприняли очередную попытку штурмовать город накануне утром. Вооруженные силы Башараса, удерживающие несколько кварталов ДРС Зора, ответили авиаударами и огнем из тяжелой артиллерии. В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне, приводят следующие данные по жертвам атаки джихадистов. 85 мирных жителей и 50 военных. Информагентство Дамаска сообщает об убийстве боевиками около 300 гражданских. Поступает также информация о похищении боевиками 400 мирных жителей. ООН бьет тревогу. По данным организации, в городе ДРС Зора и его окрестностях порядка 200 тысяч сирийцев испытывают острую нехватку продовольствия. Возможно, от голода уже умерли около 20 тысяч человек. Из-за гражданской войны сотни тысяч сирийцев устремились в соседние страны, откуда многие из них попытались перебраться в более благополучную Европу. В 2015 году на Старый континент хлынул поток мигрантов – более 1 миллиона человек. В начале 2016-го тенденция продолжилась. Совершить отчаянное и зачастую крайне опасное путешествие в ЕС сирийцам и выходцам из других стран Ближнего Востока и Африки помогают контрабандисты. Полицейская служба Евросоюза подсчитала прибыль лиц, участвующих в организации нелегальной миграции. По данным главы Европола Роба Уэнрайта, в прошлом году преступники получили рекордный доход – от 3 до 6 миллиардов долларов. По его словам, перевозка беженцев приносит столько же прибыли, сколько поставки наркотиков. Около 90% всех прибывших в Европу мигрантов платили контрабандистам за свой переезд. В преступную сеть вовлечены десятки тысяч человек. По словам Уэнрайта, только в 2015-м полицейской службе ЕС удалось выявить более 10 тысяч лиц, подозреваемых в контрабанде людьми. Согласно оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более миллиона человек бежали от войны, бедности и преследований в прошлом году, рискуя своими жизнями, чтобы нелегальным путем попасть в Европу. Мы также знаем, что в среднем каждый мигрант платит криминальным посредникам от 3 до 6 тысяч долларов за переправку. Простые математические исчисления указывают, что при потоке более чем в миллион человек доход тех, кто незаконно переправляет людей, в 2015-м году составил от 3 до 6 миллиардов долларов. В России подводят итоги очередной контррористической операции на Северном Кавказе. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики силовики разрушили частный дом, где скрывались предполагаемые боевики. Тело одного из них обнаружено под завалами. Ранее сообщалось о ликвидации троих членов бандподполья. Режим КТО был введен в одном из районов города несколько дней назад. Накануне возобновилась активная фаза спецоперации. В последние годы Нальчик стал одной из самых горячих точек Северного Кавказа. Только в 2015 году режим контртеррористической операции в городе водился не менее 8 раз. По сравнению с 2014-м число таких случаев увеличилось почти втрое. В доме, где укрывался бандит, обнаружены изъяты огнестрельные оружия и боеприпасы. Работы по разбору завалов продолжаются. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет. В ходе боевой операции получил ранение сотрудник спецподразделения ФСБ России. По заключению врачей ранение не представляет угрозы его жизни. На месте происшествия проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Мы испытали на себе произвол террористов, чья кровавая деятельность подпитывалась иностранными эмиссарами. Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов прокомментировал недавний скандал, вызванный словами Рамзана Кадырова о врагах народа. В своем инстаграме политика оборужился с критикой на российскую оппозицию, которую сам называет лишь предателями. Напомню о войне в Чечне, которая, по мнению Даудова, была продуманной комбинацией Запада по развалу России. Он написал, что теперь стали появляться проплаченные марионетки типа Навального и Ходорковского. Цитата. «Нам непонятно, почему над сознанием россиян проводят чудовищные эксперименты, такие откровенно вражеские штаб-квартиры пятой колонны, как «Эхо Москвы и Дождь». В своем посте Даудов назвал оппозиционеров и гражданских активистов псевдолибералами, изменниками, предателями и марионетками, но не использовал термина «враг народа», из-за которого, собственно, разразился скандал. Когда, наконец, будет положен конец деятельности этих диверсантов, целью которых является разжигание национальной розни, дискредитация руководства Российской Федерации и ее регионов и распространение панических настроений среди россиян? Неужели непонятно, что настало время, когда Родина нуждается в мудрых и принципиальных решениях? Неужели мы позволим горски проходимцев без Родины и флага посеять недоверие между нами, а затем, учинив кровавую бойню, отдать наше Отечество в руки новых хозяев, как это уже было в Югославии, Украине, странах арабского мира? Напомню, несколько дней назад глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал представителей российской внесистемной оппозиции «врагами народа». Эти слова вызвали резкую критику в либеральных и правозащитных кругах. А красноярский депутат Константин Сенченко назвал Кадырова «позором России». Вскоре, правда, депутату пришлось приносить извинения. Такая практика, когда у главы Чечни просят прощения за критику в его адрес, в самой республике распространена. Теперь, когда перед Рамзаном Ахматовичем взвенился политик из другого региона, чеченского лидера обвинили в попытках навязать свои методы борьбы с инакомыслием всей России. В интернете даже стартовал флешмоб «Кадыров. Позор России». Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам самого доброго и оставайтесь на РТВ. Редактор субтитров А.Семкин